Говорит Черкесск Здравствуйте в студии с новостями Республики, Умарти, Киев. И вот что главное сегодня. Праздничный концерт в честь столетия Карачаева Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии прошел на высоком организационном уровне на главной сцене страны – Кремлевском дворце. Около 7 тысяч жителей Черкеска прошли диспансеризацию после COVID-19. Карачаево-Черкесский сахарный завод приступил к переработке сырья. И школьники Республики принимают участие в культурно-познавательном туре «Золотое кольцо Петр I». Далее об этих и других темах подробнее. На концерте, посвященном столетию Карачаева Черкесии, вместе с нашими артистами на главной сцене страны выступили представители братских республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Карачаево-Черкесию в частности представили Государственный ансамбль танца «Эльбрус», Государственный детский ансамбль «Карча», ансамбль «Дочери Нартов» в сопровождении вокалистов ансамбля «Апсаты», а также Марьяна Алботова и Таулан Батчаев, Ислам Итляшев и другие. Вся концертная программа прошла в сопровождении малого состава сводного национального оркестра Карачаева-Черкесии под руководством дирижера Беллы Кербежевой. Кроме того, в фойе Государственного кремлевского дворца были организованы экспозиции трех республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Декоративно-прикладное творчество, предметы быта и искусства, национальные костюмы и народные промыслы – все гости мероприятия смогли увидеть и почувствовать неповторимый национальный колорит Северокавказских республик как неотъемлемой части богатейшей культуры многонациональной России. В парке Армавира «Городская роща» прошел фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир», в котором приняли участие творческие коллективы Карачаева-Черкесии, Северной Осетии и Адыгеи. Нашу республику представил академический ансамбль «Снежные вершины». Гости фестиваля смогли узнать о традиционных видах спорта, быте и культуре народов России, а также приняли участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и увидели реконструкцию древнерусских сражений. В предыдущие годы фестиваль проходил в Московской области, теперь он сменил локацию и переехал на постоянное место жительства в Армавир. Президент Южной Осетии Алан Гоглоев встретился с делегацией Карачаевой-Черкесии, которая побывала в Цхенвале для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики. Алан Эдуардович отметил теплые, дружеские и братские отношения между республиками и выразил слова признательности и глубокого уважения. В Казани завершилось мероприятие «Добро. Конференция-2022», в котором принимала участие директор ресурсного центра молодежного добровольчества Карачаевой-Черкесии Ася Хакерова. По итогам конференции центр вошел в состав Ассоциации волонтерских центров России. Всего в мероприятии принимали участие 500 гостей из 82 регионов. Выступил 41 спикер, прошло 27 лекций. Участники конференции разработали стратегию развития волонтерской деятельности на 7 лет и получили более 333 часов волонтерской деятельности. За два дня слушатели узнали все о возможностях социальной франшизы «Добро. Центр» и теперь смогут создать программу развития инициатив в своих регионах. Черкесск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Первый и важный этап заключается в том, чтобы определить территорию для участия в конкурсе и дальнейшего благоустройства. В случае победы республиканской столицы горожанам предстоит выбрать одну из трех общественных территорий для благоустройства. Малый пруд и пешеходную зону вокруг Большого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», алию по улице Даватора и сквер в районе РТИ. Подробности сообщил заместитель директора центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев. Минстру РФ объявил дополнительный набор конкурса малых городов в этом году, изменил условия участия и сейчас в конкурсе могут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек, что позволяет городу Черкесску в этом году принять участие в таком конкурсе. Таким образом, уже Усть-Джигута в 2022 году выиграла и Черкесск тоже может рассчитывать на победу. Мне кажется, это символично, учитывая, что сейчас идет столетие республики. До 30 октября нужно подать заявку в Минстрой. Огромное количество мероприятий и процедур нужно произвести, и поэтому очень важно, чтобы все заинтересованные в преображении нашего города граждане активнейшим образом принимали участие во всех мероприятиях проекта. Группа школьников образовательных организаций Карачаево-Черкесии принимает участие в культурно-познавательном туре «Золотое кольцо Петр I», который пройдет до 24 сентября. В делегацию вошли ребята из всех районов республики. В основном это победители международных, всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад, а также активисты российского движения школьников. В программе тура посещение городов Переславль-Залезки, Ярославль, Ростов-Великий и Сергеев-Посад. Школьница из Карачаево-Черкесии Амина Тикеева стала лицом всероссийского проекта «Билет в будущее». Ее история успеха и фотографии размещены на ситиборде в Москве. Амина прислала в оргкомитет, рассказа о том, какое влияние на нее оказал проект «Билет в будущее» и как помог определиться с выбором профессии. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября этого года. Об этом рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Джимиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание. Это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность. И обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа Всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в Центр «Мой бизнес», а именно в Центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина, 53. Около 7 тысяч жителей Черкеска прошли диспансеризацию после COVID-19. Она позволяет выявить возможные осложнения после перенесенного коронавируса и заболевания, опасные для жизни. А самым надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация. В республиканской столице на сегодняшний день прививку сделали более 42 тысяч человек. Черкесский театр представил новую премьеру сезона – детский музыкальный спектакль «Кто в сапогах?». Первый показ уже состоялся в ауле Адге Хабль. Постановка стала очень интересной для юного зрителя, рассказала Дина Акова, директор Черкесского театра имени Мухарбека Акова. Театральный сезон был ознаменован премьерой новой сказки «Кто в сапогах?». Известную сказку Шарля Перо «Кот в сапогах» в адаптации Зураба Бигурзова поставил режиссер Эльдар Агачев. Для того, чтобы сказка получилась приключенческой, интересной, юмористической, веселой и живой, Черкесский театр привлек к работе хореографа, который поработал с нашими артистами, а также художника-постановщика, который разработал эскизы интересных сказочных декораций и костюмов для наших артистов. Премьера сказки состоялась в Адге Хабле для начальной школы. Дети первых и четвертых классов получили огромное удовольствие, и мы поняли, что они знают эту сказку, любят эту сказку и будут еще и еще с удовольствием ее смотреть. Черкесский театр планирует гастроли в разные города и районы нашей республики в рамках проекта «Театр детям». Мы постараемся охватить большое количество наших юных зрителей, потому что это наш самый дорогой и наш самый любимый зритель. На Карачаево-Черкесском сахарном заводе начался сезон переработки сладких корнеплодов. В сезон здесь к работе привлекаются более 300 работников. На сегодняшний день в республике планируется убрать 4970 гектаров сахарной свеклы. В текущем году свеклосеющим хозяйством региона будет оказана государственная поддержка в виде субсидий на поддержку производства. Прежде чем обратиться в ту или иную финансовую организацию, следует проверить, законно ли она предоставляет услуги. Это можно сделать, в частности, в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Оно поможет, например, узнать, есть ли у банка или страховой компании лицензия, имеет ли финансовая организация право выдавать займы, а также можно оставить отзыв о ее работе и поставить оценку. Кроме того, проверить финансовую организацию можно на официальном сайте Банка России, в справочнике финансовых организаций. Эта опция позволяет узнать информацию о кредитной, микрофинансовой или страховой организации, о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, негосударственном пенсионном или инвестиционном фонде. С 1 июня 2021 года Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры. Комментирует информацию заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН, либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7 тысяч сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. В Абхазии прошел ежегодно открытый международный турнир по баскетболу Кубок народов Кавказа. В упорной борьбе сборная Карачаевой Черкесии завоевала медали высшего достоинства. Кроме наших спортсменов, в состязаниях принимали участие сборные команды ДНР, ЛНР и Краснодарского края. Лучшим игроком турнира стала наш капитан Наталья Шепзухова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, дождь, местами очень сильный дождь. В отдельных районах сильный ливень, очень сильный дождь, местами туман. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18, в горах местами до плюс 13. В Черкесске утром сильный дождь, днем дожди. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18 градусов. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства – телефон для справок 8-878-2-26-36-32. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго!